Меня зовут Ольга Ремнёва, и эта выставка «Принцип сотрудничества» создана студентами научной коммуникации под моим руководством в рамках курса «Искусство и естественное науки». Задача выставки в том, чтобы показать широкому зрителю, либо профессиональному зрителю, кому угодно, в общем-то, принципы научной коммуникации, выраженные творческими методами. Мы использовали инструменты современного искусства для того, чтобы сначала подумать и представить, как можно говорить о науке нестандартно, нешаблонно, неординарно, а затем создавали проекты, которые, собственно, сделаны в сотрудничестве с лабораториями. То есть студенты объединились в команды и пошли в одни из лабораторий университета ИТМОД для того, чтобы создать некий проект, рассказывая о том, что происходит внутри этих лабораторий, что интересует ученых в этих лабораториях, как они живут, над чем они работают. И привнося свое видение в эти процессы, они, собственно, создали такие высказывания на грани искусства, научной коммуникации и собственного видения того, что их интересует вместе с учеными. Было довольно сложно, но очень интересно, потому что я, например, никогда такого не делала. Я никогда в жизни не могла представить, что стану художником. И благодаря Оле, нашему куратору, Оле Лемневой, мы сделали довольно большие проекты, которые насыщены разным смыслом. И вот мой проект, например, там, я сделала его в компании с двумя потрясающими одногруппниками. Команда сложилась идеально. Я думаю, что это огромная удача, если бы не было такой большой команды, дружной, наших научных коммуникаторов, ничего бы не получилось. Меня зовут Катя. Я представляю проект «Гибрид». Мы его делали совместно с коллегами с лабораторией эволюционных вычислений Центра компьютерных технологий. Этим проектом мы хотим показать, что человек, возможно, когда не отознает свои действия, он знает, к чему могут привести они. То есть, как может повлиять его жизнедеятельность на реальную эволюцию. Здесь же это все происходит в мгновение, в считанные секунды, в считанные минуты. Мы можем проследить, как наши действия в дальнейшем скажутся на пространстве обитания бактерий и других живых организмов. Пусть это даже в цифровом виде, все равно это очень наглядно, идустративно, и мы считаем очень по-научному.